Возгласов меня и Брады и Баунти Хантер ВП Феникс дополняет их пик, но тут можно сказать, что как такового очень жесткого фулл саппорта, по сути, даже и нет. Имеется Баунти Хантер, Джакиро, Спирит Брейкер. Это вот из них, мы видим, что Форев на Спирит Брейкере, Джакиро это Рейзен. Ну, тут герои как-то даже сами за себя должны будут стоять. Я даже не знаю, это будет довольно-таки сложно. Я привык видеть какого-то, знаешь, реального жесткого саппорта. Виверны, Даззл, Дизраптор. А здесь герои весьма ситуативные. Это Спирит Брейкер Ромич и персонаж. Саппорт такой. Да, скорее всего даже на самом деле. Пиджиджи. Да. Причем, кстати говоря, а, ну Мич написал, понятно. Вот о чем я хотел сказать, да? Вот здесь Дубу, у нас есть на Баути Хантере, и он, скорее всего, будет здесь Ромич. А Спирит Брейкер, скорее всего, просто как саппорт. Хотя они вдвоем могут устраивать просто карнавалы. Ну, знаешь, на линии они не такие классные чувачки, на самом деле. Если брать классических, более саппортов, они больше на линии могут сделать. Дубу очень сложно придется вообще на карте. Надо бы, ну, он взял Горбофеном, значит, соответственно, в миде увидим его, гоняющегося там за Икскалибром. Хотя ему уже дороже, может быть. Ну, Баути Хантером здесь сложно будет сыграть. Довольно смелый пик со стороны команды MVP. Не знаю, по-моему, MVP решила сыграть вот по восточной тематике сейчас, да? То есть берется Джиггернаут, берется, соответственно, Дракон, что как бы, опять же, туда же, да? Берется Баути Хантер, у которого глаза узкие довольно-таки, да? Но единственное, что со Шедла Финк не подходит под все это дело. На Баути Хантеру можно как священную корову, значит, это обозвать. Поэтому такой. Бел ХФ давай, говорит Райзен. Уже вошло в традицию. Да, да, да. Ну, обычно как приходишь, спускаешься в отеле на завтраке там. О, давай, давай, брейкфаст, давай. Кстати, да, сентри поставили. Дубу теперь не сможет Экскалибра как-то здесь зонить, делать Коа приятно. Потому что Экскалибр вместе с Коа, в принципе, 1х1 на линии выиграет у него без особых проблем. Поэтому сентри очень многое поменьшал. Соответственно, Дубу понимает. Теперь миддл тут, в принципе, находиться нет смысла. Ставит сентри, съедает. Да, вот он заранее контратвет приготовил. Экскалибру придется звать на помощь своих саппортов. И в данном случае у Спартана есть еще один сентривард. Но он точно так же может его поставить и точно так же его съест Дубу. Поэтому Дубу в такой приходит. На тебя. Можешь ставить его где тебе в душе угодно. Поэтому он-то, в принципе, его поставил у себя. Чтобы тут рядом Дубу не ошибался. И если он его заметит, то он опять же скрызет его. У нас, по-моему, был с тобой матч где-то там на групповой стадии, где были похожие вещи. То есть там из серии... Один вард съест... Кстати, ему надо съесть. Вард он много здоровья потерял. И сейчас он, наверное, это сделает. Возможно. Ну, рассказывай. Ну, там было тогда, когда вард съедали. Ну, это ошибка, Дубу. Это ошибка. Он съедается один вард, потом съедается другой вард, потом съедается третий вард. И в итоге четыре варда тратит команда... Вернее, три варда, да. Не важно. Важно то, что в X-A-Libro уже взяли Разбег. Там пара Кейлова. Ой, баш! Еще один, и все. Баш, баш прокнул очень хорошо. Ну, это ферстбл. На кадила... Псевдорандом, товарищи. Псевдорандом. Раньше было 17%, теперь шутки про псевдорандом 17%. Ну, да, пока что на кадила, как бы, товарищи прет. Он сейчас на Адару пропрет тоже. Раз! Он не будет его убивать, он просто на линию возвращается обратно к нему. Нет, баши больше нет. Он целых два удара сделал без баши, и все, нормально. Значит, он не сломан хотя бы. Ну, там на той линии, честно признаться, Амадара чувствует себя превосходно. И задача, может быть, как-то MVP, ну, не знаю, может быть, составить ему компанию хотя бы. Потому что он там фрифармит, и у него просто линия пустая будет. Он там максимум фарм имеет, максимум экспы, и саппортов, в принципе, даже могут ему там... Ну, это квопа! Все довольно просто. Excalibur, мид стоит у них, он очень сильный. У них очень сильная геройная изи линия. Это квопа. И у них еще есть потенциальные герои в лесу, которые жадно пожирают лес и получают там независимый доход. Да, Сентри... Ой, господи ты, боже мой, Дубу дал. Идалончиком об себя размножится. Его просветили только что, и дальше... Замедлили, и все, это килл для Excalibur. Раз, два, три. На пвертый, да. Это ответный фраг. Команда НЛЖ ошибается Дубу. Ну, честно признаться, не буду торопиться с выводами, но очень сложно на Бомти Хантере себя реализовать вначале подобным образом. И я вижу, что уже Дубу пока не может этого себе позволить. Разберяю. Чардж, кстати, да. Ну, там по крепу. Просто с линии отходил Хорев, потому что он понимал, что его сейчас могут там закрыть. О, опа, хаста. Вот и фраг. Даже без комментариев. Это Коу, и он на SF. Это его стихия, поэтому тут и добавлять нечего. Хотя тот факт, странно можно, да, назвать, что SF переигрывает в миде Вайпера. Да, да, SF переигрывает в миде Вайпера. SF, которому надо еще две минуты просто поджирать крипов, чтобы хоть что-то наносить в руки, чтобы хоть как-то у него там души настакались и так далее, и так далее. И это без помощи Бунтихантера, он соло с ним справляется. Посмотрите, у него 26 крипов, у Вайпера 11. Это у нас корейские игроки приехали. Просто в Вильнюс начинают без своей порядки немножко устанавливать. На верх телефона делает у нас Дарксир, но мидж, мидж, что мидж. Мидж, на самом деле, один из тех немногих игроков, которые меня на этом лане не радуют. Не знаю, сколько я за ним наблюдаю, у него частенько бывают такие моменты, не знаю, банально хочется сказать простое русское слово «затупил». Но мне кажется, это непозволительно. Просто вот подзатупывать, как он порой это делает, ну, уровень, знаете ли. Не, здесь разные уровни игроки, понимаешь, потому что, опять же, не все одинаково играют, хорошо. И я считаю, что для команды NLG мы заранее понимали, что явно, конечно, ребята не могут там показать уровень игр, допустим, уровень игры Team Empire, или же там, так же хорошо сыграть там, допустим, 4CL, как мы уже убедились. Ребята, опыт получают. Да. И более того, не просто опыт, ладно, сейчас убьют Excalibur, вновь втроем сместились. Ребята получат и деньги, 15 тысяч за пятое, шестое место. Извините меня, когда-то это были призовые первых мест некоторых турниров. Да, да, большинство турниров пока нет. Большинство, но их очень много. У нас общий призовой 330 тысяч. За первое место 125, сами понимаете. Ну и для команды же то, что они находятся на этом лане, это уже выгодно. Это уже хорошо. Да, мяч пятого уровня Джаггернаут, ну, развели мяча, между прочим, на Сердж. Но Сердж быстро откатывается, стоит очень мало-мало. Я бы сказал, он просто отбежал, он понимает, что в Харлине его на Сурдж разводить не надо. Ему надо поймать на этом Серджа. Если там будет Айс Пасс, но его нет вообще, скажем так. Он просто вкачал Дуал Бресс и на двоечку, в принципе, замахсил Ликвид Файр. И с расчетом того, что будет давить, походу, там, ну, сейчас, если бы Абрашана забашился в Орер, это было бы, конечно, да. Но Абрашана не забашился. Хотя Абрашана замахнулся и... Кстати, опять мячу гоняет. Ну, мяч вообще ничего не может сделать. В лес он не уходит, там фармит Энигма. Поэтому проблема в этом, что он не может уйти в лес, он должен, обязан, стоять в линию. А это вообще у него там очень сложно получается. Спартан, ладно, своего фармит, пока, в принципе, скоро может подключиться. Но пока он не подключился, его команда проигрывает стадию лейнинга. Единственный, кто хорош на карте, Мадара. Ну, это фрифарм был, и на него здесь просто у команды MVP Феникс внимания не хватает. Они уделяют внимание Middle, очень часто, убивая Excalibur, не один раз. Дубу также здесь, оказывается, под действием Даста, который проигрывал Спартан, и Viper Strike здесь обеспечил Excalibur. Ему-то киллы достается. Топ-лейн, обратите внимание, в принципе, Джиггернаут имеет свое, занимает третье место на карте, но то, сколько имеет у себя Ко, конечно, там и были. Мало того, что все киллы ему достались, имеет, да, 3-0-0. Все три килла имеет именно Ко. Ну, и там постоянно были чарджи, постоянно находился Бонтихантер, да и сам лично он Excalibur переигрывал там к Кайлами просто на хосте. Да, а у Райзных с теми временем были проблемы. Митчем он чуть было не разломал лицо, но тот смог просто понять, что у нашего молодого человека не имеется вакуума. Вакуума не имеется, это значит, что, если что, и подцепить, и сбить телепорт, им абсолютно нечего, разве что раздамажить. А дэмэджа, на 8-м минуте, он не так уж много дает. Ну, тем более, что это Дарксир, его основная, значит, зонить и делать копии, и разгонять и разгоняться, и так далее, и так далее. Так что... Ну, ты же здесь абсолютно спокойно чувствуешь себя ТХД, который задолжился, что можно было задолжить. Смотрим на Жагернаут, у него, кстати, есть манго, у него есть 6-й уровень, и, по сути дела... Блэк Холл дает Спартан Дубу, там, оказывается, Суни Квэф туда залетает, но это можно назвать вполне себе хорошим реализованным гангом со стороны команды НЛЖ. Да. НЛЖ, МЛЖ, молодцы. Ну, очень много людей начинают, знаешь, порой... Ну, давно это было, конечно, давно я этого не видел, но... Орали я Блэк Холл в единицу, особенно если ты зайдешь там куда-нибудь, в какой-нибудь там папчик, ну, тебе сразу будут говорить, Блэк Холл в одного дал, пак-пак-пак-пак-пак-пак. Ну, тут двое было. Да, во-первых, было двое, во-вторых, если персонаж стоит того, чтобы потратить в него контроль, даже АОЕ-шный контроль, неважно, если тут Блэк Холл оправдывает себя, то почему бы его не дать даже в одного человека, да? Бывали времена, в которых... Когда даже два Блэк Холла давались в одного и того же человека, который их переживал. Но Мич получил Омни Слэш, это можно было понять, я об этом говорил буквально минутку назад, что у него есть и манго, и Омни Слэш, если Мич будет дальше выпендриваться здесь и торговать немножко со всем своим здоровьем, он отправится домой. Вот опять этот молодой человек... Ну, видишь, что шестого уровня Джиггернаута, правильно? Ну, он видит, он стоит с ним на линии. Он может открыть туда вот то-то окошечко, увидеть, какой у него уровень, даже та вот банально. Да, оценить состояние его души и понять, сколько маны. Да, кликнуть на него, да? Видишь, что у него манго есть, даже если у него там маны, ну, не особо-то и много, что есть манго. Это если сам Мич не отец по добру, по здорову, то его убьют. Но Мич остается, Мич ходит, просто, не знаю, шлепая глазами. Да, СФ вскоре получит раннюю Мекку. Довольно раннюю. Ко отправляется в лес, где для него приготовили стаки. Вот здесь у нас довольно-таки большой стак, ему достанется. Сейчас можно, в принципе, стак на берите еще раз подождать и не жадничать. Ну, он даже решил сейчас зафармить всех, и бы сил у него на это хватит. Да что ж, пополняет он, пополняет свое финансовое положение. Солдеранг Варьер пока, в принципе, много не имеет. Мадары. Тоже нечем похвастаться, разве что дабл дэмэджом в Ботле. Эйфориев на линии сейчас. Тут нужен контроль, либо много дэмэджа. Много дэмэджа выдали, и Эйфориев погибает. Приходит сюда Солдеранг Варьер, получает вайфер страйк, но он уходит на Блэйд Фьюри. Рейзен немного подставляется, Экскалибр до него достает. Нужна поддержка, ну, хотел сказать, с воздуха, но нет, Рейзен погибнет, скорее всего, и тут же может достаться Солдеранг Варьер, если он будет подставляться. Да, это немножечко поторопились, зажатничали, и вышку так дефать собрались по одному, но это было не очень красиво. Да. Здесь же, кстати, очень неплохой был Малифайс, очень вовремя прервал Чардж Баратрума, и в этом плане Энигма очень хороша. Во-первых, и микро-станчики, которые взлетают, овертайм, да, дотки. И баш даже сверху был, обратите внимание, да был баш в форе вновь вместе с дубом, делая фраг на топе. Опять же, смотришь на то, что есть Варатрум на карте, понимаешь, что так близко к башне стоять, что вражеская одному, ну, плохая идея. Не знаю, у меня почему-то возникло желание критиковать чуть ли не каждый его шаг, хотя на самом деле, в данном случае, ну, бывает, ну, загангали. И мы откровенно хотим, но и такие ошибки допускать тоже, знаете ли, идея не из самых хороших. Создаем разговор, 6-5 в пользу команды Nogi. Смотрим на графике. 3000, а золото, разумеется, все отыгрывается за один за место. Разумеется, это все вообще даже не преимущество, считай преимущество, но это нельзя. Ну, Малипайс грех не потратить, хотя, по-моему, Спартан немного ошибся, честно. Наверное, ожидал, что будет все несколько иначе. Кайлом не достает, по нему и Куан. Чарж на нем все еще есть, но, наверное, спиритбрейкер. Отменят его, переходит на митч, и митч уходит на Сурже. Баш вновь прокает, он даже его не трогал, фактически. Как же так? Задистроили вышку. Это пассивный баш. Пассивный баш и псевдорандом 17%. Все нормально. Все нормально, все хорошо работает. Не догонгали в миде, но вышку забрали. И, в принципе, надо было единственное, что на Эникму чуть-чуть совсем не хватило. За такие ошибки Спарта надо было наказывать. Сейчас простили. На Рошана, кстати говоря, отправляются ребята. Они заберут его. И, по-моему, знаешь, ну не сказал бы, что они прямо доминируют на карте. Ибо преимущества никакого нет. Но все равно я вижу уверенность в их действиях. Я не вижу уверенности в команде NLG. Хотя они не проиграли сильно стадию лейнинга. Есть, конечно, какие-то моменты, которые могли быть для них лучше. Но вот сейчас они отправляются на Рошана. Неужели все это под Смоком, Соник Вейвом, со всем остальным? Это очень сильный момент сейчас и может сказаться на всей игре. О, Мадара, Соник Вейв туда и спас туда же. Солар Аквариор уходит. Сейчас Блэд Кюри. Чарж, Стамбл, Ратрум, Фориев раскидывает всех подряд. Койлы пошли. Уже погибло два человека от команды. Плюс стенка Экскалибор. Ну, тут на него три человека просто прыгнула. Мич тоже отбегает. И ничего с этим поделать не может. Мека оказалась очень полезной здесь. И очень вовремя. Что я хотел сказать, на самом деле, по поводу этого замеса, это то, что зря, очень-очень зря Кубапа полетела туда и начала раскидываться. Мне кажется, надо было, да, на выходе подождать хотя бы с Энигмой. Он бы там смог дать Искрим. Он просто там простоял долгое время. Блинк у него второго левела, у него кулдаун 12 секунд. Он запрыгивает на хайграунд и ждет. Ждешь, да, ждешь, стоишь, потом, если что, они выходят. Ну, и более того, ты можешь пропалить, ты все дела, допустим, с Кримом. Или просто попросить кого-нибудь дать Вижена. Тем более, что было кому этот Вижен давать. Там уже Дарксиру, который мог суициднуться. Далее, это Рошпит. В Рошпите, Рошпите, это само по себе узкое место. И ты, как бы, залетаешь лишь в Блэкхолл и так далее. Да, и у нас прям, прям в соседней студии прям доносятся. Я уже думал, не знаю, может у нас там какие-то соседи по зданию, которые, на самом деле, принадлежат-то нам, как бы. Может, какие-то соседи покричали, не знаю, там, какой-то там Марьи Васильевне мы спать мешаем. А по факту получается так, что, да, ну, у нас пока Баути Хантер убивает. Мы слышим в этой студии, даже через наушники, которые с тобой работаем, мы слышим, я чувствую, что как корейцы орут. Ну, они эмоционально играют. Я даже на тренировке видел, как они реплеи смотрят и кричат. Почему? Почему так? Ну, вчера Александр Юрьевич на реплеях кричал. Потому что были его реплеи. Я такой, какой красавец, говорит. Да, слушай, а у нас тут макропира пошла. Ну, я говорю, что, в принципе, удобные вещи, чтобы отпушить. 60 секунд кулдауна, классная штука. Но там LG собирается нападать далее. Минус армор пошел, Ранг Соларенк Варьер отступает. Ку тоже здесь на страже. Ребятам уже не удалось напасть, но они сейчас могут немного встрять. Да, скорее всего. И Баку просто, смотри, он открыт. У меня Егес, ребята, нападайте. Пожалуйста, Спарта не напал, Блэк Холл не дал. Хотя бы так. Мека пошла в ход, Миланка следующий. Вайперстрайк, Соларенк Варьер успел дать крест на себя. Митч получил Незерстрайк от Ворева, не ушел. Далее Милана можно забыть про него. Здесь мы видим еще Экскалибр в триал. Ну и просто его можно... Хотя он, да, он довольно противный. Герой его все равно надо разбирать. Чардж через пару секунд. Бежит Джиггернаут. И это... Я хочу послушать. Это еще и АСП, который... Подожди, сейчас. Я хочу послушать. Уже все, они уже успокоились. Да не, не, они не успокоились. Только что четыре фрага сделали, как они успокоились. Не, я к тому, что... Ну, по громкости. Я что хотел еще отметить, на самом деле, что вот так надо драться. Вот очень грамотный, очень дисциплинированный был сейчас фокус. Если мы посмотрим на реплей... Ну, разумеется, реплей у нас прямо сейчас нету. Но если это разбирать потом по кусочкам и правильно, то вверх отмечаем то, как они грамотно геймченджера взяли и расфокусили. То есть первый, кто получил в касты, это был, соответственно, Спартан. Они понимают, что Спартан нету. А он, позиция была у нее совсем паршивая. Позиция была паршивая, да. Далее. Неважно, на какой позиции находился Даззл, его вторым начали просто брать и вливать в него все. Заставили его потратить на себя крест. Соответственно, они убили Даззла, который, если что, может спасти, что Вайпера, что Клопу, что кого угодно, как говорится, да? Он пришел спасти самого себя и умирать. Вот. Они убили Enigma, который в случае чего мог изменить эту игру с помощью Black Hole, да? Ну, именно этот замес, именно эту карту. Не карту, господи, а Драко. Вот. И дальше уже пошли по накатанной делать остальные киллы. Вот так и нужно этим заниматься. Они, как другие команды, берут и порой фокусят там кого-нибудь самого жирного, потому что он самый жирный, потратится больше времени, понадобится больше времени для того, чтобы его разложить и так далее, и так далее. Это все неправильно. Куп, кстати, даже без маны идет просто. Да, все. Маны на один рейс, ребята, у меня Егинс, я хочу отдаться обвышку. Он просто на Экскалибуро идет, у него с собой две ТПшки. Они просто наглую на него нападают. Милан там, кстати говоря, сзади оказался отрезанным, и, возможно, даже не успеет. А, он до себя кидает крест уже, понимаешь, что он даже не успеет добежать до вайперов в случае чего. И, кстати говоря, себя он тоже не спасает. Он погибает уже на базе. Да, вот я о чем говорил, да, то есть они не летят всей толпой убивать одного человека. Они грамотно разделились, двое в одну сторону, двое в другую сторону, и все, пожалуйста, и все хорошо. Ладно, продолжай разговор. Давайте глянем на графике, что у нас здесь происходит. 3000 по золоту. Да, пока что выглядит скромно, но на деле оказывается, все-таки, именно от того стиля игры и тех героев, да, по факту, действительно, MVP смотрится серьезнее, и куда, ну, просто, Мадара, за чем? Ну, со Спартана, в принципе, можно сейчас до Блэкхола дойти, но тут даже не до Блэкхола. Фулраг Баррюш, сейчас вот Блэкхол пошел, Горев в него пошел, Ков в него пошел, Соник Вейв пошел, стенка пошла, стяжка была, не до 100 точно. Но Блэкхол в ответ, он не слэш Милана, и до свидания, можно сказать, уже трем игрокам. А можно и четвертого забрать, это будет Экскалибр, Ко, все еще жив. И Квапа даже не добила Форева, как же так, Минсеф погиб, ну и Кур достанется Мадаре, это фулл, файв, мэнти, вайп. Да, я поторопился, вот теперь он умер 100%. Это минус 7, минус 5. Да, более того, не знаю. Мне понравилась игра Спартана в этом моменте, да. Не потому, что я хожу по офису на свою колеси, а потому, что он троих, причем ключевых игроков команды, MVP, забрал в Блэкхол, да. Ну, там буквально секунда была. Там был Джиггернаут, там был Шадуфин, да, и там был еще и Барра. Там было трое. Эти трое, соответственно, если бы был дэмэдж, да, сработала Квапа тоже, неплохо, закинул туда, соответственно, и ульту, да, там Суник Ваеву, и так далее, и так далее, и так далее. Но, но, всего было недостаточно. Во-первых, смогли прервать Блэкхол, во-вторых, потому что он, я не помню, чтобы он на полную... Не-не-не, его сбили. Его сбили. Его сбили, это было не полное время каста, соответственно, но позиция выбрана была нормальная. Просто не хватило какого-то расфокуса, какого-то контроля, потому что контроля, увы, ну, джиг. Да, если бы Квапа там, точнее, даже со скримом сыграла с Блэкхолом, и там бы еще стояла бы стенка, если бы чуть-чуть послаженнее была бы комбинация сама по себе, было бы лучше. Так, тем временем у нас Сулранг Варьер, Мич. А тут не стесняются, прям так, а что бы-то нет. Можно трек подвесить сейчас и тупо убить его. Кстати говоря, тут более важная цель, это Спартан оказался в лесу, фармить решил, умер. Там уже Хорев ворвался на Митча, на застрайк дал, тут добавить надо лишь совсем чуть-чуть. Ну и добавить-то он баш опять прокнул. Да, и я прям слышу через наушники, вот еще один даблкил для MVP есть, мы будем его разбирать, конечно, здесь. Но здесь на самом деле уже говорить-то, по сути, не о чем, потому что... Не-не-не, ну тут, ну, просто задавили, а может быть и закричали, я не знаю. Это, наверное, действительно очень сильно морально давит. Кричат они, хотя я через шумки не виду, но, наверное, видно эмоции игроков. Я не игрок, мне это сложно понять, я могу себе лишь только представить, но мне было бы, наверное, страшно, я не знаю. Мадара на топе. Уйдет куда-нибудь блинком, я думаю, а там еще поддерживает Экскалибр, Топал делает Форев, Соник Вейв аж пришлось потратить, но, наверное, того стоило. Я не думаю, что... Хотя, с другой стороны, понадобился бы сейчас этот Соник Вейв на хайграунде, потому что команда MVP Феникер заходит сюда, Спартан без Блэкхолла, он не слэш пошел, Фолар Экварер продолжает разбирать команду, пошел еще и Креш, но Спартан оттуда выживает. Но разбираются бараки и Коа, ультует под Рэкнув Солос, попадает Вайфер, сразу же байбэк, мы видим от него. Мадара приходит без Соник Вейва, митч уже здесь, айспас уже стоит, Коа. Ну, там уже сверху еще и Аксид был, да, но Коа будет жить, потому что там еще и подхилять есть. Да, и Мека была, да, и Мека, и все дела. И Мадара, ну-то бейте. Да, вот подошел, второй раз уже замечаю, он взлетает, он поворачивается, вроде бы и все хорошо, а вроде бы и как-то, но... Айспэд довольно-таки неплохой, побеждает дорогу всем, кому только можно было, и сам уходит на ТП. Неплохо сыгран, 11-25, счет у нас на 22-й минуте этого матча, глянем на графике, увидим 14 тысяч по золоту, 10 с лишним тысяч по опыту, господи-то, воже мой. Что творят в МВП? Продолжая разговор, заметим, что, между прочим, но спилили только один барак. Барак был милисный. Так, у нас в беду уже продолжается драка, зацепили экскалибур, дали уже форы под бэмочки, начинает раскидывать ему треки или чат, между прочим, не забывают и от финансового, кстати говоря. Да, еще надо страйк, дает, и много дэмэджа. Да. Убился. Убился, молодой человек. Ладно. Тудо, ну вот, и полетел, полетел сверекен. Через 6 секунд будет еще один драк обновлять на экскалибуре. Стенка... Нет, просто стяжка. Стенки просто стяжка, да, хотя добавить бы не помешало, на самом деле. Жаль, что так она у него в кулдаун не оказалась. Буквально через пару секунд она бы вот сейчас уже была у него. Чуть не хватило. Да, прекрасно доджится Shadow Strike. И все, абсолютно все ребята из команды NLG здесь, они находятся под треками. Ну, кто мне даже, ладно. Ну вот, блин. Слушай, а, пересветили? Это, да, это похоже на камбэк. Не-не-не, а до камбэка еще далеко. До камбэка далеко, я имею в виду на то, что они хотя бы смогли подраться. Хотя по опыту они отбили довольно-таки нормально. Для такой стадии игры, не знаю, я уже в голове, где-то у себя глубоко похоронил. Ребята, знал, что на этой карте даже уже на второй успел похоронить, потому что то, как они делали дела на начальной стадии игры, да, я могу отметить Спарта, на который отлично, хорошо творил Black Hall и так далее, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, что там и глупые ошибки. Настолько глупые, что порой даже немножко подгорать начинает, я не знаю. С другой стороны, опа, и Black Hallчик, пока он, да, сверху еще орчит, поэтому парень уже никуда не денется. Поле прывается, без Ку, драться сложно будет, дэмэджа может не хватить. Солорен Кварио находится здесь, и он дает умни слэш. Митч оказался под крестом. Спарта, слоу хп, но уже свою работу выполнил. Дубу гонится за ним. Солорен Кварио уходит в Black Fury. И далее. Далее экскалибра будет держать, потому что у него уже взяли разгон. И вроде как и макропира, и так далее, и так далее. Все равно, даже без СФ, ребята, смогли пока что одержать победу в этом файле. Сдайсбол не сможет дать у себя крест, потому что... Соник Вейт, Мадоно! Ну, опять погибает он. Гуд лайк уже Солорен Кварио даже. Он же Джиггернаут. Минус 5 очередной раз, 16-30 в пользу команды MVP. Ну, даже я сейчас услышал, как же это жестко. Да. Нет, как-то даже ты. Я сижу от них дальше, чем ты, по сути, да? Если студия, получается, вторая, она прямо и направо, да? Ты, получается, сидишь справа от меня. Поэтому ты должен в первую очередь слышать, потому что... Не знаю, у меня просто наушниках звук слишком громко. Я сейчас даже через него услышал. Дезолятор. У Джиггернаута. Манта-стайл, дезолятор. Можно добавить еще что-то сверху, вроде, например, там, Абусл Блейда какого-нибудь, чтобы просто контроль был какой-нибудь еще сверху. Чего-чего его не хватает сейчас. Хотя Форио очень сильно везет на Баше. И, как раз таки, он компенсирует львиную долю. Забирают Аеги с Коа. И теперь ребята направляются непосредственно на Хайгранду соперника. Все внешние вышки убиты. Даже полмини в миде забрали. И сейчас ребята группируются. Фактически все ультимейты, кроме мне слэша, сейчас будут готовы уже умни-слэш через 30 секунд. Я думаю, что пора группироваться, идти и мериться силами. Да, именно так. И более того... Кстати, это важно, потому что если NLG так дали отпор, я думаю, что им не нужно давать повода это в будущем. Нужно игру как можно быстрее закончить, чем VP Phoenix. Именно так. Более того, у них, если что, есть еще немножко времени, потому что Т2 стоит наверху, почти не тронутый, и Т2 стоит внизу. Хотя нет, почти не тронутый. Его дотронут от 284 хапочет. Я уже так-то переоценил, на самом деле, строение, плотное строение команды MVP. Ну, поехали. Кио уже здесь, Кио уже возле Т3 Таура. Spartan готов, вроде бы к бою, но у него нету blackchall, который был, до которого еще 50-50. А Мичу сбивает blink как раз-таки именно Рейзен. Сейчас он на некоторое время сбил. Мич, если что, готов ворваться, стянуть всех кофе-сям. Ну, трек на Спартане. Позиционку держат. Форев оказался на хайграунде, вынужден начинать драку хоть как-то, там, за страйком. Даже пытается испугать соперника, уходит на лограунд. За ним экскалибр прыгает, это ошибка может быть. Ему нужно держаться на хайграунде и не слазить с него, а с него уже и играть далее. За счет Дарксира, блинка, стенки и стяжки. Сейчас мне очень интересно, как это играет мич в такой ситуации. Важный момент. Очень важный момент, тем более, что стяжка со стеночкой будет только через минуту. За эту минуту, после того как стенка упадет. Видишь, что делает мгп? Они стоят, они понимают прекрасно, что и туда резть не надо. Вот стенка кончилась, можно теперь разбежаться. Разбегается Бара, это будет не дэвстрайк, прямо по сперта, но нет, не будет. Потому что Арчитан получил себе налицо, в то же время он не слэш довольно-таки неплохой в исполнении, соответственно, нашего товарища. И далее. Все просто, как просто два, жди, два. Реквимов сон, который половину раздомажил. Ой, че-то. Вроде бы и Соник Вейв. И просто сыграно, конечно, Мадарой. Я бы даже сказал, что если бы их хватило чуточку сверху дэмэджа от кого-либо, они могли бы здесь существенно нанести, скажем так, поражение саперникам. У них тут-то было. Да, минус два. То было бы, то было бы. Блэкволл был, все было. Вышка тоже была когда-то с бараками там стояла. Их уже там нет. Спартана тоже нет. Я думаю, что это GG. GG, и что ж, первая карта заканчивается с победой командой MVP. Ну, судя по ставкам и по настроениям, которые царили, и в зрительном зале, и так далее, ну, не в зрительном зале. Да, у нас нет, у нас есть игровая комната, да. Наша большая студия. MVP, разумеется, фаворит этого матча, да, учитывая то, что и лжи, они все-таки как бы, ну, послабее выглядят. С другой стороны, эти лжи вчера оторвали одну карту в Веге, поэтому... Ну, насолили, насолили, потому что с Вегой пока до конца непонятно, как ребята будут в дальнейшем участвовать. И сегодня у них нет игр, они будут завтра.